как бы нам переместиться даже не знаю наверное вот так вот ну попробуем как есть так и есть вечер добрый дорогие братья и сестры воскресенье с вами священник константин мальцев давайте так больше не буду крутить с вами священник константин мальцев воскресенье давайте на раз немножко силой о сегодняшнее воскресенье нормально ли слышно нет немножко я задержался сегодня в прямом и переносном смысле у нас будет мобильная трансляция мобильно автомобильная бы сказал давайте вот так вот мобильно автомобильная с вами с вами священник константин мальцев проект батюшка лав батюшка любовь любовь во христе любовь во христе со христом дорогие братья и сестры сегодня мы иванское чтение читали когда принесли расслаблено жилом кто это такой это парализованный человек вообще напишите мне хорошо ли слышно мне если слышно то там лайк поставить или напишите слышно видно чтобы я мне вообще вроде как слышно слава богу вот погромче может давайте я на вот так включить тогда по логике будет и погромче вот и ваннойском чтении сегодня мы слышали как к господу приносят на одре то есть на пеленах на постельных скажем так человека расслаблено жилом кто это такой это человек парализованный ним не смогли войти в дом они потому что очень много было даже на улице как мы можем догадаться стояли чтобы услышать проповедь христа и что делают друзья они забираются на крышу разбирают крыла кровлю и спускают своего друга на постели на как бы на веревках чтобы господь мог его исцелить и вот тут очень интересный момент господь видя веру друзей говорит парализованно встань возьми отдых твой отпускаются грехи твой то есть часто мы слышим в иванское чтение что господь исцеляет человека по его вере мы неоднократно слышали что читается по вере твоей да будет тебе здесь именно мы подчеркиваем что по вере друзей но не все так просто присутствующие там вечно ходящие за господь фарисеи и книжники которые хотели подловить его обличить его в каких-то грехах в сердце своем как мы читаем мыслят как он может производить холлу на бога ведь только бог может отпускать грехи господь увидел духа и говорит что важнее отпускаются грехи ли тебе или встань и возьми одра свой и ходи конечно же устыдились они потому что даже этого не озвучили но не могли ничего ответить потому что господь сердце ведется и сердце ликовали когда встал с адра своего этот больной человек парализованный и пошел в чем тут важно подчеркнуть что тут важного самого главного во первых то что мы молимся друг о друге и господь по нашим молитвам в том числе может помочь в решении жизненной порой ситуации помочь спасибо господь благодарю может услышать нашу духовную заботу о ком-либо то есть даже порою не только по нашему личному труду и по труду все полноты нашей церкви а церковь это мы с вами в первую очередь и второй момент мы видим что здесь господь сердце ведется он видит то что мы даже не озвучиваем но обращается ко господу вспомните прошлое воскресенье если я не ошибаюсь читалось евангелие когда филипп говорит на файну говорит из назарета грядет тот от которого мы слышали от пророков и он говорит может ли бы что-то хорошее из назарета а назарет очень бедный был может быть не во всем образованный и христос говорит когда ты под смоковницей был звал меня то есть обращался в молитвенно ко господу видел тебя на файл никому об этом не сказал он был в шоке что кто-то мог видеть его а тем более знать о чем он говорится господом и что мы слышим ты воистину сын бога царь израилев то есть здесь признание духовное происходит уже одним из апостолов опять таки почему потому что у бога есть такое свойство вездесущее ну и в том числе сердце видится вот такое интересное у нас соприкосновение иванские чтения можно еще одно иванское чтение вспомнить конечно о пастыре добрым который мы сегодня читали но самое главное помните что господь слышит нашу молитву в каком бы состоянии мы не находились души не зря же он сказал и небеса ликует о едином то есть одном кающемся то есть сокрушающий в своих грехах желающий прийти к господу вот такие интересные у нас с вами сегодня евангельские чтения ну давайте немножко тогда поотвечаем на вопросы добрый вечер оси можно ли в пост умеренно употреблять спиртное не вижу необходимости есть во время постов какие-то большие праздники ну в частности торжество у нас православие было а вообще большие праздники благовещения господские там вход в господний в Иерусалим будет то есть вот такие большие праздники в пост дозволяется рыба немного вина но это в знак праздника а в остальном не вижу необходимости как в пост так и и вне поста употреблять спиртные напитки у нас к сожалению в россии нету культуры винопития скажем так у нас оно прямо выраженный грех к сожалению поэтому я всегда отвечаю за себя я не пью и вам не рекомендую от вина у нас не радость на сердце чаще всего а беда в семьях поэтому лучше не пить а тем паче в пост давайте дальше батюшка по моему погромче да погромче отец конскантин скажите пожалуйста многие крещеные люди жалуются что не могут присутствовать на богослужении от того что начинает болеть голова некоторые внезапно падают от чего это происходит и тут видать надо было дописать ну в принципе вопрос двояки тут лариса пишет что звук двоится напишите еще у кого-нибудь двоится звук просто я на телефон сразу звук пишу как бы ни микрофона ничего если у кого-то еще двоится звук напишите пожалуйста может быть стоит перезапустить трансляцию если у кого-то еще двоится ну давайте я пока отвечу пока вы пишете нас насчет звука значит почему может быть плохо по разным причинам и по сегоси благодарю за ответ значит первый момент поскольку в храме кодят иногда просто элементарно не хватает кислорода может быть где-то по неопытности где-то какое-то индивидуальное какое-то непереносимость еще чего-то но это архи архи редкие случаи но архи редкие для этого принципе люди некоторые в первой части храма называется он притвор стоят где или выйти сразу на улицу но это архи редкие случаи чаще всего чаще всего зевота головные боли это наверное в большей степени духовное отображение нашего внутреннего состояния наверное не зря горят у кого-то из святых я читал вот сейчас не вспомню врать не буду что голова болит от лукавого а сердце болит от бога почему ну наверное потому что сердце мы сопереживаем через сердце мы все пропускаем оно конечно не чувствительный орган но но как минимум символично орган любви скажем так хорошем смысле этого слова то что у нас часто любят все извращать сегодня наверно век не чистоты а порог каждый пытается как-нибудь да вывернуть вот поэтому возвращаясь к вопросу плохо может быть именно из-за духовного состояния конечно же нужно больше каяться канун покаянный читать со временем я думаю легче и легче будет становиться в храме ну это как спортсмены не смогут поднять штангу 100 килограмм если они только сейчас 10 начали поднимать но условно выражаясь во всем есть и духовный физический рост как мы с вами понимаем ну давайте мои дорогие если есть еще следующие вопросы пока еще я не замерз какой-то хороший вопрос мне на этой неделе задавали мне прям так интересно стало вот плохо я не за компьютером я конечно вы прочитал на интересный какой вопрос но я думаю вас тоже есть вопросы которые вы хотели чтобы я ответил сегодня мы на полчаса эфир еще будет у нас злиться но если вы конечно захотите и будете задать вопросы сейчас у нас к сожалению не суда она свой youtube канал ведет бачка наш один из один из бачка проекта на свой youtube канал трансляцию мы потом скопируем и суда чтобы вы увидели о чем он говорит очень интересное ветхозаветное священное писание он разбирает мне очень самую очень нравится послушать его иногда так я слышала что когда при молитве бывают слезы то это человек в прелести как так мне не понять да не знаю я честно говоря первый раз такое слышу неоднократно я слышал что мы просим слез покаяния слез как бы сокрушение своих грехах но не прелести прелесть это когда ты выше себя всех считаешь батюшек патриархов что тебе никто не указ я начинает цитировать и учить батюшек какие-то там постановление каких-то соборов когда уже себя полу небожителем считает скажем так вот это нара прелесть когда ты во время молитвы платишь что наверное не зря говорят об этом еще выпросить можно но опять-таки плачь плачу ручь можно истерикозом заниматься в депрессивном состоянии а можно именно вот сокрушение сердца вот это конечно важно ну я первый раз слышу что когда ты молишь это плачешь в прелести я я не согласен с этим это моё частное мнение может быть это кто-то из современных богослов сказал наш но я с этим не согласен это моё частное мнение дальше монахини фросиния магазин зянова на ю тубе не знаете такое она подозрительная какая-то может ее смотреть не знаю честно говоря может быть видел но я не запомнил что это она я безусловно посмотрю и может быть в следующих эфирах тогда я ли другой батюшка озвучит нет конечно текут слезы но они просто не текут понимаете я сколько видел там семинаристом когда был молились мы всей братья семинарской в храме сколько мы на службах молились вы знаете это очень редкость когда человек при молитве плачет чаще всего это от сокрушения если это мило именно связано с молитвою а не какими-то воспоминаниями это очень редко вообще я вам скажу что на самом деле вот хорошо молиться могут и немногие объясню почему потому что это величайший труд это очень тяжело очень тяжело и мысли всякие лезут и миллион причин появляется почему тебе надо отвлечься вот когда вот такие всякие искушения наступают значит и правильно делаешь но есть исключительные моменты я вот тут подчеркну знаете вот недавно отца димитрия смотрел он очень хорошо сказал когда начинается духовный труд я думаю вы все тоже видели вот когда мы берем альфа слов руки ну в течение дня аж бывает мы молимся и вот тут зовет допустим супруга говорит выкини пожалуйста мой дорогой мусор у таких полу фанатиков что возникает ты чего не видишь я молюсь ты подождать не можешь возникает так а как правильно должна быть реакция на ее выражение вопрос встречный ты можешь подождать если нет нет надо срочно хорошо моя дорогая закрываем мультфослов пошли выкинули мусор но это как пример я привожу на фоне этого мир любовь и за понимание взаимопонимание и тут уже видится духовный труд ты смирился ты сделал добродетель пусть она для общей всей семьи скажем так то же самое мусор да но тем не менее у вас мир любовь и согласие я вас не слышу ну я не знаю я достаточно вроде громко говорю все вроде пишут слышно добавьте звука у себя вот вот чем по сути заключается духовный труд в смирении своих большей мере желаний которые не полезны не для меня не в совокупе для моей семьи а в большей степени труд на благо всей семьи ну тут тоже должно быть благоразумие потому что сталкивался я с противоположными моментами тоже опять-таки с мужем муж начинает уступать да дорогая моя любимая а вот к сожалению она этого не понимает не ценит и она начинает садиться на голову да мне плевать что ты молишься ты и так можешь прерваться то есть она не ценит этого тогда конечно нужно провести такую строгость мужское начало себе показать моя дорогая вот с девяти до десяти я молюсь вот до девяти и после десяти я сделаю все что ты хочешь что необходимо а в это время пожалуйста давай мы с тобой договоримся ты меня не трогаешь богу богово кесарю кесарю но если человек наш дорогой любимый не понимает то нужно порой конкретизировать ведь мы же молимся не только о себе в том числе и о супруге и о детках и о родителях как о здравии если почили так и о покоении их поэтому нужно конечно разделять богу богу кесарю кесарю но я вы знаете я фанатизма не приемлю вера должна быть от сердца а не от помутненного разума так вот почему в пост прям искушение побурчать а но это особенно у женщин в пост обострения не знаю мужчина немножко другие грехи обостряются вот сегодня сегодня я честно говоря вошел в алтарь после исповеди у нас как во время службы идет перед прям причастием выхожу исповедую потом захожу и уже потом причащаю сегодня очень было много исповедников и деточек очень много человек 30 наверно было я зашел и уже дышать тяжело вот настолько я душой скажем так вывернулся потому что безразлично нельзя воспринимать ни одного человека где-то ты сопереживаешь где-то наоборот ругаешь ну в рамках разумного конечно с любовью во христе где-то поддерживаешь и вот парадокс но многие женщины говорили да вот я чуть ли с ума не сходить начала в пост мне как прорвало ну вот это ваше такое испытание мои дорогие жены мироносицы когда нужно свой крест понести более сдержанно когда нужно провести вот именно женское начало в любви они в гневе ропоте в скандалах вообще не знаю я согласитесь ли вы со мной но это я у многих именно не столько у святых отцов как бы мы знаем что да боится жена мужа муж возлюбить ее как самого себя именно возлюбит потерять его любовь заботу добрые отношения а вот у психологов я неоднократно читал что они говорят что семейное богополучие зависит от эмоционального фона порой психоэмоционального фона который создает жена в каком она состоянии таком совокупии вся семья находится то есть опирается ну женщина более эмоционально ну за это и плюс ее скажем так возьмите если бы не был тот момент что если бы женщина не было более эмоционально более сострадательно более любище я когда поворачиваю смотрю храм в основном одни жены мироносицы и стоят поэтому можем это и и плюс их вот ну давайте почитаем что-то еще написали так ошибка повторите мне срочно спросите у башки надо услышать ответ пошли так ладно дальше можно в пост кушать мясное если человек ослабим здоровьем опять-таки давайте так если мы говорим о очень больном человеке это не вопрос а потому что мясо можно десятками других продуктов заменить скажем так с теми самыми же элементами можно на край молочку и рыбу но опять это сугубо индивидуальный момент это не всем скажем так общепринято это только из-за болезни но в вашей ситуации я бы подошел к батюшке местному куда вы ходите в храм наверняка узнает этого человека знает вас и с ним конкретно поговорить как бы он посоветовал это с одной стороны и с другой стороны может быть он бы и пришел еще и поиспове причастил этого человека по соборово бы потому что соборово очень важное таинство конечно не значимы не выше причастия ничего нету скажем так как соединиться со господом но вот я вам один случай как бы расскажу я детский дом который окормляю у себя в станице но сейчас не детский дом это уже по привычке сейчас религию реабилитационный центр для несовершеннолетних детей временного пребывания но там одна воспитательница она первый раз поучаствовала в соборовании в таинстве очень она болела коленами там спина у нее была насколько я помню больная и после соборования много лет я мучилась и после соборования у меня все прошло почему потому что господь через апостола установил это соборование как мы читаем да призовет больной пресвитера кто такой пресвитера священник и молитву совершит над ним а что такое молитва обращение ко господу и молитва веры исцелит болящего ну а так если немножко углубиться в это таинство очень много читается много евангелий апостолов молитв читается очень длительный такой вот полтора часа длится где-то соборование еще называется елей освящения когда помазывают неоднократно после каждого там евангелия смысл многих молитв и евангелие чтение сводится к тому чтобы господь простил наши грехи по которым мы болеем и уврачевал наше тело в том числе то есть и душу и тело поэтому вот особенно великим постом был я вам прям рекомендую заставлять благословлять как бы не могу потому что это индивидуальный момент не насильный вообще не вольник не богомольник но поучаствовать с оборванием конечно нужно так ну давайте в ног по питанию все-таки завершим относительно питание очень индивидуально поэтому обратитесь конечно лучше бачкой по месту по что бывает и можно другим заменить так так пусть пост решила твердо держать мясо яйца телек твердо нет второй раз в жизни держу пост но вы знаете относительно телеком я вам скажу так относительно и питания и телеком в совокупе поста это что такое это борьба со грехом если меня телек он незначим его почти не смотрю очень редко то я и в пост мне какая разница если я от него завишу там иногда сериалы смотрят какие-то там в запой значит это борьба будет где-то но телевизор это такой двоякой ситуации можно хороший и в том числе фильм посмотреть духовно-нравственной и союз и спас то есть массу канала духовно-просветительских культура канал то есть тут как использовать но если вы чувствуете что вы не удержите и начнет клацать где развлекательные какие-то передачи конечно тогда лучше воздержаться но поймите пост это не когда ты надел на себя личину все вот я такой праведник пост это немножко углубление в духовную жизнь нашу более сугубое время когда мы уделяем этой своей душе какие-то вещи от себя убираем то есть в пост я все я однозначно не иду на день рождения потому что там развлечения в пост однозначно там я не иду на свадьбу не смотрю развлекательные программы потому что я могу или там политику не смотрю потому что там осудить я могу то есть я немножко ограничиваю в каких-то вещах но не становлюсь отрешенным совершенно я такой же человек но более ухаживающий за своей душой так онкобольная но в принципе то я неоднократно сталкивался с таким моментом что мясо это не обязательно моментом другие есть тоже продукты которые могут заменить в том числе и мясо но еще раз повторюсь лучших батюшки местного подойти я надену хотел бы конечно вас просить что вы его призвали поиспоять ее причастить так я хочу спросить вас до 40 дней нужно зеркала закрывать должны быть закрыты должны быть я бы и первый день бы не закрывал это момент суеверия Ожиговый Даль пишут что суеверие это ложная вера предавание вещам не духовно смысла духовного нет смысла закрывать зеркала душу вы не увидите искушения скажем так бесовски ну если вы не исповеритесь не прищаетесь вас и и в это время и не в это время может он крутить и вертеть я имею ввиду искушать смысл закрывания зеркал через зеркало чтобы увидеть душу кого-либо вообще это использовать магию использовать атрибутику специальную никто благоразумный человек этого делать не будет поэтому и смысл завешиваний не имеет значения если чуть-чуть хотя бы взять плюсом что завешивание ну зависит чтобы собой не любоваться зависит телевизор чтобы ограничить себя скажем так не развлекательные сильно программы не смотреть когда время заботиться о душе своего сродника близнего человека не развлекаться вот в этом может быть и есть смысл а если чтобы кого-то увидеть или не видеть это глупость давайте дальше читая Евангелие Псалтири духовные книги отец Константин ленюсь молитвы читать по мальтвострову просто беда не ленитесь что вам скажу молитва это потребность это как кушать пить если в этом нету потребности значит себя бы надо воспитывать тогда когда вы поймете что это воздух молитва это воздух без которого вы задыхаетесь тогда вы поймете что и лени не будет как такое пошуление это тоже грех здрасте бачка кажется много и блага летом спасибо Светлана дальше ух ты тут ничего себе машина проехала я бы заглох как орет на всю улицу здрасте бачка скажите пожалуйста почему бог впустил в рай сатану с какой целью он это сделал вопрос второй почему бог не унито я не понял что такое унито со вторым вопросом не знаю как вам ответить что такое унито я не знаю вот на первое отвечу во первых у лукавого тоже есть свобода выбора и по сути также параллель можно провести провести и в храме лукавый может присутствовать искушать нас с разными скажем так обращения внимания там кто как поклоны делает и тому подобное для чего чтобы имея свободу выбора мы ли отказались от него и были служители божии скажем так в чем вообще слово значение раб божий раб это как добрый служитель любящего своего господина здесь когда мы грешим услуги тогда лукавым получается поэтому господь дает свободу выбора ведь даже когда он господь в раю призвал адама севы он и тогда давал им возможность свободовыбором покаяться они могли сказать прости милосердный господи мы согрешили мы нарушили заповедь который ты нам дал они стали перекладывать стрелки я не виноват это Ева Ева я не виноват это змей мне дал а змей был самым близким из животных в раю который как мы читаем на задних лапах ходил говорить с ними мог и в принципе очень имел доверие такое к себе поэтому с легкостью и скажем так обманул цель цель какая свобода выбора ты пребывай с тем с кем ты хочешь дальше а после 40 дней надо вещи раздавать умершего я бы до 40 дней раздавал по сути это значимость раздавания милости в чем чтобы сделать добродетель для души усовшего тем паче в 40 дней лучше раздавать и после 40 дней может но в 40 день уже последний день когда услышит душа ответ ад или рай и чем мы больше трудимся в первую очередь до 40 дней тем более пользу приносим после 40 дней мы уже или облегчаем страдания если в ад попал или еще более сорадуется душа что они молятся делать добродетель а в 40 дней более значимо так не унижил сатану все я понял да ответ ваш почему не уничтожил может или не убрал как бы я уже ответил для свободы выбора второй дополнительный будет ответ этому вопросу ведь он его покарал змея ведь змеи как животное в змея он вошел а змеи тоже и мне скажем так ну не могу сто процентов утверждать вообще нам священное писание дает ту информацию через который мы можем легче и проще познать бога прийти к нему то есть то что нужно для нашего спасения ваши многие вещи могли быть просто не написаны или не освящены каким-то образом священным писанием что может быть даже нам не полезно ну и в момент сколько сохранится тут книжка 200-300 лет она уже все распадается а это тысячелетия поэтому естественно господь наказал змея он сказал от сели то есть с сегодняшнего дня ты будешь ползать на чрево своем то есть как мы видим сегодня в себе змею вот поэтому конечно он наказал и змея как не обижаться на мужа если он не помогает по дому и на работу не ходит я одна работа и его кормлю а муж ли это если если мы о муже говорим я сомневаюсь что это муж потому что муж это кормилиц это помощник это заботящийся супруг да бывают минуты когда там устал еще чего-то но если он не работает я ни в коем случае не призываю ни к разводу ни в коем случае но какому-то компромиссу какому-то конкретному диалогу нужно в любом случае прийти конкретизировать потому что тут многие вещи бывают не конкретно может ваша ситуация но бывает там больной еще что-то но это к сожалению сегодня бич мы много мужчины и за это мне стыдно обвиняем женщин что такие не такие на самом деле сейчас очень много взвалено на плечи наших дорогих женщин когда ей нужно и работать и прийти еще наготовить накормить и тому подобное поэтому подкрепи вас гости дорогие наши женщины чтобы вам господь даровал достойных мужей которые ценят любят и заботятся а вы отвечаете взаимностью а не скандалами так вещи нужно отнести в церковь до 40 дней можно в церковь может если кто-то у вас есть соседи там конкретно еще кого-то знаете можно им дать но вещи которые пригодные у нас есть допустим социальная служба у них есть такое направление вторые руки нам часто что приносят храм отдаем в эту социальную службу они знают всех кто нуждается в большей степени знают их размеры что им нужно то есть конкретные списки есть мы часто по этим спискам ездим с акциями там после Рождества после Пасхи там если там деточки есть это подарки конфетки песнопения рождественское пасхальное ну вот естественно взаимосвязь дружим прямо нашим там социальным отделом в частности легенда такая есть у нас вот ну так вот дальше давайте у нас не так много времени осталось почему 21 веке некоторые священнослужители имеют дорогие машины как джипы бентли ролл ройса они получают такую зарплату чтобы покупать роскошные машины ну вообще доходы у батюшка разные как и по сути у любого человека один допустим он в селе коров дует у него один доход другой банкиром работает у него другой доход ну и так в принципе у батюшка один вот сельский священник как я допустим у меня одна зарплата кто в городе допустим настоятель он более доход имеет другой бывает поверьте на слово бывают такие состоятельные прихожане которые могут себе позволить подарить батюшке машину или определенную сумму денег пожертвовать лично для него и такой я сталкивался ну к сожалению не мне но сталкивался дай бог здоровья таким благодетелям вот вообще я вот в прошлом эфире об этом говорил ну повторюсь допустим я начинал с москвича 412 еще до церкви еще до того как я стал священником дьяком до семинарии уже когда я в семинарии поступил у меня уже хорошая машина была и когда я уже в церкви стал я продал свою машину взял кредит взял другую машину то есть сегодня хорошая машина это не всегда признак роскоши чаще всего это признак кредитов и долгов поэтому тут по разному бывают совершенные ситуации я вообще считаю что машина это средство передвижения чем она качественней безопасней и лучше тем слава богу я всем желаю чтобы у всех были очень хорошие машины чтобы предупреждали заранее что вот опасность боковое движение а эта машина минимум от миллиона вот я вам желаю двух миллионной машины чтобы меньше у нас было аварий ДТП поневнимательность может хоть машина подскажет и хоть одну даже и сохранит милостью божьей поэтому я не вижу проблем вообще в каких-то машинах важно сколько ты людей подвез и добродетель сделал а не какая у тебя машина так дальше но нет не фанатик я с улыбкой поздержу слава тебе господи так афир уже идет а у меня оповещения не было добрый вечер отче сочи с вами спасибо господи приветствую сочи вообще вот в приложении одноклассников именно в трансляциях там можно подписываться по-моему даже и здесь на страничке можно поставить по-моему там или колокольчик я честно говоря не помню и будет уведомление приходить так Серега ты спросил почему другие конфессия служители не бедствуют у католиков и мусульман и иудеев найдется ответ для себя да в принципе у всех нормальные машины я считаю что нужно трудиться пахать как в церкви так и не в церкви и ты будешь иметь то что ты заслужил что ты наработал заработал лентяй он будет сидеть на печи ждать пока ему придут принесут на блюдечки и будет всех обменять почему у всех у меня так все плохо почему у всех остальных лучше надо пахать никогда на блюдечке ничего не бывает так 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 смотрите так иду на собор после исповедь скажу просто и скажу про лень свою ладно здравствуйте я хотела спросить есть ли ребенок инвалид почему говорят что это пеня бог наказал но ведь это я грешила не он почему он должен мучиться всю жизнь неправильно это ну вы знаете я раньше говорил что дети страдают за грехи родителей я вот немножко пересмотрел я подкорректировался вот знаете чем больше человек духовно растет я не могу сказать что очень образованный есть гораздо у нас умнее батюшки но я немножко по другому стал коснуться греха родителя может конечно ребенка ну к примеру страдает грехов винопития отец пришел он набуянил рукоприкладство занялся там супругу побил детей побил то есть вот грех коснулся родителя ребенка относительно детей ну вот если ребенок рождается больной тут наверное не расплата за грех родителя а в большей степени возможно это наше нерадение о нашем организме объясню каким образом смотрите сейчас хорошая девочка но упертая сама себе на уме вот знаю я ее она сейчас входит в положении я ей говорю Танечка ну не кури ты же ребенка убиваешь я не могу не курить вот когда или вот другие грехи не дай бог там наркотики потребляют там или в штанах постоянно ходят что потом не родить не могут ни кровообращения нормального нету кто в этом виноват когда больной ребеночка рождается кто в этом виноват когда я говорю не курит Анечка я ее призываю она все равно курит она не может отказаться ради своего ребенка от этого греха и когда ребенок допустим с проблемой легочная система родится кто в этом виноват просто понимаете кому-то Господь дает чтобы этим ребенком спаслись оба не за то что родители виноваты там столько нагрешили или про родителей хотя разные ситуации бывают но тем не менее все очень индивидуально можно и в принципе там в личке потом или по вайберу пообщаться с вами и может быть к чему-то общему мы придем но просто так ничего Господь не попускает и тяжелее чем мы можем понести тоже не дает давайте дальше а то уже у меня тут чуть-чуть осталось так соборов год или два два года одета так а когда соборов соборов нужна нужна великим постом во всех храмах есть но это уточнится в каждом храме когда будет соборов они может батюшка конкретно по вашей просьбе назначит и общее соборов не для всех в дни мытарства душа усопших чувствует боль страх или иное ну конечно больше страх почему страх потому что если она не пройдет мытарство то она кажется в аду поэтому больше конечно страх надежда что они помолятся сродники в храме потому что надеяться на свои добродетели их очень мало как святые цыгарят мы в день согрешаем более 600 грехов сколько же мы делаем добрых дел на фоне их поэтому конечно же наверное страх я больше думаю так люди говорят то что нельзя фотографию дома держать только здоровье точно здоровье заберет да нет глупости жизнь забирает это как понять варить это или верить в это или нет нет я бы в это не верил понимаете даже вот эти альбомы наших сродников старинные фотографии когда ты открываешь этот альбом во первых это история это память ты увидел в живую тех я имею ввиду фотографии о ком ты молишь каждую службу или как минимум там утре вечернее правило когда читаешь то есть это напоминание как они могут забрать у тебя фотографии жизни но это глупо а если среди них кто-то святой сподобился царство небесное я считаю что это внутреннее восприятие православный человек он этим вещами занимается что там заберет душа душу там и хуже будет ни в коем случае здравствуйте вы с какого храма или церкви я настоятель храма новомучников и исповедников церкви русской краснодарском крае станицы ленинградской так молитесь пожалуйста за виктора за упокой упокой я просто телефон держу рукой а другой листая вопрос поэтому не могу перекреститься царство ему небесное так у меня чуть-чуть осталось время бачка вот как 40 дней я до сих пор не 40 а я до сих пор не женат сам я рос в детском доме меня так сглаз сделали мне сказала матушка недавно я должен пойти наверное в монастыре надо будет дочитать что дальше вообще это очень относительно мои сглазы порчи и тому подобное когда мы сопричащаемся для нас все это шелуха и вообще за это можно не думать молитвой мы обращаемся к святым киприаной мученице Устине основываясь на житиях что он был влахом он познал Бога приблизился к нему правильно конечно же почему мы обращаемся к святым потому что они уже являются ходатами помощниками которые они уже обращаются к милостям Господу у престола которого стоят и она спросит вот поэтому мы часто обращаемся к тому или другому святому так так дальше дальше просто очень много видать там уже внизу батюшка как вы справляйте со своим эмоциям вы всегда такой спокойный и выдержи к сожалению не всегда конечно мне ну нужно долго выводить из равновесия но бывает срываясь скажем так но как справляюсь если сорвался я немножко успокоюсь а потом иду и прошу прощения или как-то пытаюсь разговор налаживать чтобы как-то все-таки примириться если у меня уже подходит вот я сейчас уже сорвусь я или ухожу в другую комнату или там меняю обстановку чтобы эмоции улеглись и естественно в этот же момент я молюсь Господи помилуй меня грешного вот таким образом я стараюсь избежать конфликтной ситуации а почему они благодетели это же взятку они дают в надежде что с них грехи снимут я считаю нельзя брать хорошо вы пришли к врачу он вам он вам сделал какие-то там консультацию или же ну какие-то уколы сделал но не суть важно вы ему даете коробку конфет ну там пусть тысячу две это взятка я думаю это благодарность доброе сердце оно независливо взятка и если что-то 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 нечестное отплачивается деньгами нечестно когда ты допустим ехал нарушил правила дорожного движения ты совершил грех по большому счету себя и другие подвергли опасности тебя сотрудники госавтоинспекции остановили и ты слушай давай договоримся то есть вот ты грех свой продолжаешь другим грехом вот это взятка а когда это доброе дело благодарности у человека есть возможности это не взятка это доброе сердце так я считаю что деньги нужно нести не в церковь а давать болящим детям или в добрых наверное нести их тем кому говорят кто говорит не нести их тем кто говорят о христе двояко с одной стороны согласен можно и деточкам помогать и нужно и болящим я согласен в этом относительности в храм ну давайте представим что если бы храмов не было вообще на секунду если господь еще в ветхом завете не заповедовал Моисею сделать скини первый храм где сугубо молились обращались к господу и уберем что сам господь сказал где двое или трое во имя мое там я посреди них где бы мы нашли то место для сугубого успокоения своей души дома там может супруга стропива быть на работе там доставучий может быть начальник не зря святые отцы говорят что храм это место единственное место для измученной души относительно храма деньги можете не нести не хотите покупать свечку не покупайте не хотите жертвовать не жертвуйте но всяк труд должен быть благодарен если вы написали записочку и у вас нету возможности пожертвовать за нее значит попросите батюшку безвозмездно помолиться я часто читаю безвозмездно меня просят я читаю нету проблемы но если вы все таки написали но у вас есть возможность пожертвовать это ваша благодарность за тот труд который понесет священник относительно марок но это глупость но я не могу на эти вещи нормально реагировать у нас 80 процентов страны можно сказать ну пусть 70 ездит на иномарках когда мне говорят можно было дать тому или тому это признак зависти потому что ты думаешь чтобы до тебя это досталось а не кому-то чем-то помочь за редким исключением такие люди с таким рассуждением они думают о ком то за редким исключением мне очень хочется верить что именно из области исключения что вы искренне помогли бы нуждающиеся бедным больным так глина это милость что-то нищим какую-то милость как машина не подают я не слышала то что нищим такую милость как машина не подают ну скажем так ну ладно это уже раскрывание сведобродетель не буду давайте дальше разный бывает милостей как для нищих так и для нищих путин тоже пашет как на галера галерах он сам это не скрывает как я не люблю глупости так галина батюшки наши молитвники это не простой труд а зарплаты у них нет люди по любви делают милостыню так галина как скажете батюшка поясните мне в библии написано не поклоняйтесь изображением это как икона на небе вверху что на земле про икон нет это не икона не поклоняйся это идолам это за идолы говорит а икона это напоминание нам о боге о святых о богородице это как напоминание как фотографии на которые вы смотрите на вашего сродника вы же не фотографии поклоняетесь не святой считаете эту фотографию а вспоминайте о своем сроднике который изображен на этой фотографии так и икон для нас это напоминание о первообразе Так, батюшка на меня Батюшка Одел крестик Положил Евангелие И плохо Стало тянет Батюшка оттолкнуть Господи, я честно говоря, ничего не понял Наверное, на исповеди Вы были Так, бандит убил человека На следующий день пошел батюшки На машину дал И просил грехи С него снять Батюшка, конечно, пообщает Пообещает Не зная даже, что он сделал И тот, довольный Уйдет дальше Грабить Вы какие-то истории из области фантастики Рассказываете Ну, во-первых, если он убил Я сталкивался С такими случаями Когда человек на самом деле убил Пришел и говорит Я убил брата по пьянию Но меня Не как убийца А как свидетеля Который нашел Брата подозревают Я признаться не могу Боюсь Естественно, я не разгласил Исповеди Потому что он кается И сокрушается Что по пьянию-то сделал Со временем Он стал Приходить Смотреть за мной И как-то на исповедь Говорит Я хочу убить вас Потому что боюсь Что вы разгласите Мою исповедь Я исповедь не имею права Загласить Если бы он заранее Пришел и сказал Что я хочу пойти Там убить Васю, своего брата Вот тогда бы я Разгласил исповедь Дабы не погубить Ни душу Ни тело Ни одного другого Уже в этой ситуации Уже все совершилось Это уже его совесть Сдаться он Или не сдастся Но Какие-то деньги Получать От него Мне не 300 лет Не нужны Понимаете Вы пытаетесь На фоне Чаще всего На фоне своих грехов Кого-то очернить Чтобы себя почувствовать белее Этого не нужно делать Потому что Нет человека идеального Только Бог И Мы должны осознать Свои грехи Смотреть в свой глаз И видеть там бревно Так Спасибо большое Вам С удовольствием Слава Боже Так Благодарность В разумных Пределах Я согласен Такие суммы Настораживают Ну у кого Разных Разные доходы Мои дорогие Для кого-то Это миллион Ничто Поверьте А для кого-то Миллион Это всю жизнь Трудиться У каждого Разный Свой уровень Поэтому тут Рассуждать Это Бессмысленно Да Вот Ну в принципе Я согласен Свои пределы Так Христос Ходил пешком А он Бог Мог бы Позволить Себе Нет Он Финансово Давайте так Немножко разделим Во-первых Исторический момент Тогда осел Был Как джип Скажем так И пешком Ходили все Плюс Господь Из очень Бедной семьи Был И не мог Себе позволить Скажем так Потому что Он вочеловечился Чтобы не Превознестись Над кем-то Чтобы не На красоке Белом Кататься А показать Своим личным Примером И они Ходили пешком Все Потому что Пешком Ходили все Только Некоторые Могли Позволить Себе Ослика Хорошего И тем Паче Белого Или не Белого Рысыка Потому что Коня Это был Как майбах Сегодня Это Архи Дорогостоящего Удовольствия Было Поэтому Мы должны Анализировать Что сейчас И сегодня Поэтому Возьмите Царское Время В свое Время Батюшки Ездили На Тройки Коней То есть Как Сегодняшний Джин Но Это Проявление Любви Прихожан Поймите Если Я По себе Рассуждаю Мне Очень Нравился Батюшка Который Храм Я Ходил В свое Время До Священства Мне Хотелось Постоянно Ему Виде Его Труды И Старания Как Он Трудится Для Меня Примером Был Мне Хотелось Что Ему Сделать Приятно Или Пожертвовать Или Пригласить В гости Это Нормальное Отношение Человека К Человеку Это Нормальное Был бы У меня Миллион Ему Миллион Был бы Пожертвовал Объясню Почему Потому Что Я знаю Что Он Достойный Священник И Он Потратит Может Что То На Себя Но Большей Степени На Других На Те Же Самый Приют На Какой То Добродетель Ну Не Все Бачки Такие Негодяи Как Вы Думаете На Самом То Деле Ну Если Были Такие Негодяи Церковь Давно Б Рухнула Просто Бы Здесь Нерадиво Я Согласен Ну Это Надеюсь Я На Это Единицы Дай Бог Ладно Я Дальше Пойду Так Дальше 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 Так 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 Где написано Блимшу молиться Икону Нет Немножко Вы неправильно Мы не молимся Иконам Мы Обращаемся К Первообразу Который Изображен На Иконе Икона Нам Поминание О Священном Писании О Скажем Так Иконографии Мы Можем Прочитать Как Создавалась Кинья Вот Занавесь Между Святая Святым И Храмом На Нем Были Изображены Ангелы Херувимы Архангелы То есть Вот Там Уже Была Первая Иконография Я Не Была На Исповеди Сходите Это Врачебница Души Так Если Честно Я Обижен Немного На Бога Ну Отсюда Все ваши Вопросы По сути За что Он Меня Не Уберег От Искушения Которое Я Был Искушен Я Очень В детстве В него Верил Давайте Мы В личке Пообщаемся С вами Понимаете Обижаться На Бога За что За то Что У вас Какая-то Была Ситуация Вы Не Справились С ней Но Каждый По Своим Силам Не Справились Значит Надо Было Понять Почему Вы Не Справились Как Железо Оно Не Становится Тверже И Лучше Если Его Не Раскалять И Постоянно Раскалять И Не Опускать Воду Только При такой Технологии Она Становится Крепче Так И Человек Пережив Какую-то Маленькую Проблему Он Может Уже Следующую Более Тяжелую Более Проще И Живучий Что ли Перенести Но Это Не Всегда От Бога И Бога Как И Лукава По Сути Не Всегда Это Надо Обвинять Мы Сами Порой За Своей Пустоты В Голове Делаем Многие Проблемы И Беды Себе Так Добрый Вечер Добрый Вечер Скажите В Нашей Церкви Сделали Пандус Я Не знаю Какой Церкви Где я Служу Около Кладбища В храме Я Там Изначально Сделал Пандус Потому Что Не так Далеко От Меня Дом Престолелых Инвалидов Поэтому Я Позаботился Об этом Че Ты Не На Коне Ну Вы же На Коне Вы Вот Я Фотографию Смотрю Вы На Одном Коне А Я На Другом Коне У 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 Батюшка Сатана Искушал Бога Бог Не Подался Искушая Сегодня Мы Видим Как Батюшки Ездят На Машинах Они Искушаются Сатаной И Батюшки И Не Батюшки Искушаются А Машина Это Средство Передвижения И Чем Оно Лучше Тем И Себе И Вам Желаем Тем Оно Безопасней Так Да Батюшка Это Нормально Спасибо Вам За терпение Вас Слава Боже А Сами То Верите Бога Не Веровал Боже Священником Не Был Здоровья Вам Спасибо Гос Свои Долгих Лет Так Благодарю За Все Ваши Ответы Всех Батюшка Мне Жизнь Поменяли Такие Эфиры Но Я Очень Рад Если Вам Пошло На Пользу Так Амирун Ну Ты же Веришь Чего Служителя Божего Спрашиваешь Так Бог Бог Молился В Генсиматском Саду Скрипя Зубами Замком При этом Замком При этом Молясь На небо Он Человек В том числе Был В Боге Сочеталось Две Природы И две Воли И как Человек Он боялся Этих Страданий Но Тем не менее Он Принял Их Потому что Должно Было Пострадать За род Человеческий Так Почему Меня Грешницу Бог Не слышит Слышит Поверьте Слышит Каждого Слышит Алексей И Елена Я верю В своего Бога У него Карваны Наверное Бог Амира Но Библию Я знаю Не хуже Тебя Я очень Рад за вас Знаете Вот Когда Мне говорят У меня Свой Бог Для Меня Это Вообще Очень Смешно Как Можно Вот Свой Мит Свой Бог Знаете Это Из Области Зачем Мне Ходить Храм У Меня Свой Бог Ну Тогда Зачем Тебе Жениться Зачем Тебе В туалет Ходить Зачем Тебе Кушать И Много Много Других Вещей Если У тебя Все Свое Вот Это Из Карманный Бог Достал Посмотрел На него Положил Обратно Но Это Бред Это Даже Минимум Культурно Не Воспитано Давайте Дальше Нет Здесь Конкурса На Лучшее Знание Вопрос Ваш Некорректен Я Некоторые Вопрос Честно Говорит Даже Недопонимаю Вы Четче Старая Простить Простите В центре Батюшка Здравствуйте Я Проанализировал Свою Жизнь Я Понял Что Бог Меня Не Исцелит И Что Я В Одиноче Закончу Свою Жизнь Как Почему Нельзя Самовольно Уйти Из жизни Я Скоро Не Выдержу Такой Нельзя Самовольно Потому Что Двояко Пока Вы Несете Этот крест Вы Зарабатываете Царство Небесное Как Только Вы Наложили Себе Самовольно В руки Вы Лишились Этой Великой Награды Вы Променяли Временное Мгновение Каких-то Даже Может быть Болезней Чтобы Вам Легче Стало На Вечность Понимаете Мы Делаем Ставим Для себя Планы На Тысячу Лет А Живем Не Больше Ста Поэтому Мне Очень Хочется Верить Что Дорогой Олег Вы Правите Благоразумие И все Таки Постарайтесь Не Загубить Свою Душу Вачка Как Прости Человека Который Сделал Зло Сначала Молиться О нем Говорю По своему Личному Опыту Молиться О нем Каждый Раз Каждую Службу Потом Ставится Легче 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 Будет Необходимость Тогда Уже Можно Быть Пообщаться Если Нет Общих Дел Ну Значит Просто Молиться Так Почему Девушки Нет Исцелил Почему Дедушку Не Исцелил Я За Бога Ответить Не могу Почему Исцелил И не Исцелил Здравствуйте Я Сущий И я Есть Кто Пишет Брат Сочувствую Вам Спасибо Вам Ваишка Мне Очень Понравилась Ваша Трансляция Может Быть Через Вас У меня Возродится Любовь Бога Искренне Хочется В это Верить А Зачем Верить В Иисуса Христа Он Тоже В туалет Ходил Ходил Он же Человеком В конце Концов Так Амир Как Зачем Иисус Сын Бога Жива Есть Сам Это Известно Так Дальше Здорово Кто По нации Если Я Русский Так Это Реал Он Русский Что За Глупый Вопрос Вопрос Батюшки Не Русский Русский Раньше У нас Вообще В советское Время Все Были Русские Это Как Преднадлежность Ну А если По большому счету Конечно Русский В центре Есть Пандус В церкви А В центре Храм Который Нет Там Еще Пандуса Нет Вопрос Этот Конечно Я думаю В ближайшее Время Скорее Всего Решится Но На данный Момент Еще Пандуса Нет Там Очень Высокие Ступеньки Не Так Очень Просто Все Это Решить Но Я думаю Решится Царство Небесное Внутри Нас Есть Когда Там Не Ад А Царство Небесное Почему Оно Внутри Как Минимум Потому Что Там Частичка Божия Душа Но Эту Душу Мы Сами Изгаживаем Все Своим Удрованием Своим Чеславием Мини Башком Скажем Так Себя Делая Зачем Вы Деньги Берете С Прохожан У Нас Такого Нет А что У вас Есть Тогда Мне Интересно Сам Господь Сказал Что Проповедующий Питается От Проповеди Если Я Служу В церкви То От Пожертвования Я И Кормлю Свою Семью Если Я Не Буду Брать Деньги Как Вы Говорите То Я Сам Тогда Стану На Паперть И Буду Просить Милостыню Но Сомневаюсь Что Вы Мне Ее Дадите Поэтому Я Имею Определенную Минимальную Зарплату Я Тружусь Вне Храма Потому Что Храмовая Зарплата Для Меня Она Ну Невозможно На Нее Выжить Поэтому Я Тружусь И Вне Храма Своими Руками Так Ау Люди Отзовитесь Кто Видит Трансляцию Ау Я Вижу Так Как Они Могут Брать Пожертвования От Пожертвования Как Быть Священники Питаются Батюшка Молитесь Пожалуйста Обо Подкрепи Вас Правда Тяжело Но По Молитвам Ашу Все Пройдет Так Будет Не Всегда Подкрепи Вас Господи Ой Чуть Не Отключил Трансляцию Хотя Уже Ух Ты Так Давайте Я Вот Сейчас Быстренько Пролистаю Все Так Так Кричи Та 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 Почему Не Чувствую Что Что Я Существую Я Есть Так Глупости Пойдете Так Дальше Дальше В каком Храме Вы Служите Храм Новомучика Испания Церкви Русской Уже Говорил Станица Ли Историческое Название Уманское Так Так Да Говорим У меня Святые Дети Одна Няня Принесла Мне Зак Не знаю Что такое А Закон Божий Да На самом Деле Я Где-то Частично С ней Соглашусь То Когда Еще Детский Дом Был Я Очень Глубокую Любовью Этих Детей Любил Потому что На самом Деле Они В чем-то Были Обделены В родительском Наверное Все-таки В моменте Обделены Гораздо Чище Были Так Да Это Не зарплата Как Мне Дальше Жить Некоторые Вещи Напишите Мне В личку Потому что Все Надо Смотреть Индивидуально Здравствуйте Здравствуйте Так Соблазны ли Что Бог Проявлен В творении Нет Ничего Кроме Творца Дальше Батюшка Молитесь О сыне В романе Подкрепья Господь Война Романа В церковь Можно Ходить Со своими Свечами Но В принципе Можно Если Они Освещенные На Средине Праздника Освещаются Свечи В храме Вы можете В принципе Взять И Осветить И себе Домой Потом Ходить С ними По сути Просто Поймите Свечи Храмы Тоже Приобретают Они Не Сами Делают И Люди Сами Не Делают Поэтому Желательно Конечно Ваша Помощь Часто Продуктами То есть Вот Ваша Та же Самая Свечка Это Помощь Тем же Самым Нуждающимся Людям Которым Возможно Вы И не Пойдете Так Ладно Дальше Батюшка После детского Дома Нашего Родителей Просил За то Что Нами Бросили Простил Отца И мать Слава Богу Ютубе Ты Молодец Да Есть У меня Ютуб Канал Называется Боголюб Мы Недавно Сняли Хороший Такой Коротметражный Фильм Ролик Притча Бревно В своем Глазу Посмотрите Я думаю Вам Понравится Так и Называется Православный Ютуб Канал Боголюб Там И трансляции Записи А потом Загружаю Так Здоровья Ваш Спасибо Господи Почему Знание Как Неудобно Вопрос Отвечать Света Ему Побольше Знаний Как Неудобно Вопросы Ответить Я просто Некоторые глупые Вопросы Стараюсь Не отвечать Потому что В двух словах Их не ответишь Нужно Разжевать По полочкам Все Разложить А у нас На самом деле Не так Много Времени Я уже Честно Говоря Вообще Сильно Выпал Из Времени Я уже Опаздываю Они С Иерусалима Освящены Ну и Замечательно Замечательно Если Они В Иерусалиме Что Такой Сущий Бог Одно Из Свост Божия Сущий Вездесущий То есть Везде Пребывающий Все Мои дорогие Благодарю вас За ваши вопросы За то Что вы были В эфире То Что Проявили Терпение Может быть Каким-то Не совсем На ваш Взгляд Правильным Ответом Храни вас Господь С вами был Освященник Константин Мальцев Это проект Батюшка Лав Батюшка Любовь Мы говорим О любви В Господе В нашем С вами Братской Сестличкой Любви Взаимопонимании Друг друга Тяготы Носите В том Исполните Закон Христов Храни вас Господь Божья помощь На предстоящую Седмицу Аминь Седмицу 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 Седмицу